Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить о Средине Господнем. Я всех поздравляю с этим праздником. И мы будем сегодня читать Евангелие от Луки, 2 глава, с 22 по 40 стих. Рассмотрим несколько тем. Первая тема – это принесение Христа во храм. Вторая тема – это пророчество Симеона. Следующая тема – это Анна, пророчица и окончание детства Иисуса в Назарете. Итак, первая тема – Христа приносят во храм. И мы читаем с 22 стиха и ниже. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, ибо всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Ну, здесь немножко непонятно, что значит кончились дни очищения или исполнились дни очищения. Разве Рождество Христово не было беспорочным и святым? Ведь сказано, что рождаемый святым наречется. Конечно, никакого осквернения не было, и не было необходимости ждать исполнения сорока дней для очищения. Речь идет о том, что семейство Господне, его названный отец Иосиф и его мать Дева Мария, они продолжали все строго исполнять и соблюдать по закону. Христос, рождаясь от Пресвятой Девы, он не разрушил ее девство. Он прошел дверями затворенными. Как некогда в Сионскую горницу он вошел дверями затворенными. Также он вышел из своей матери, ничего не нарушив в ее девстве и не причинив ей никакой боли. Это мы видим из того, что о самой Марии сказано, что она сама спеленала его и положила в ясли, то есть в кормушку для скота. Обычно это делают повитухи, так как женщины после родов находятся в крайне таком изнеможенном состоянии. Но в случае с Девой Марией все было совсем даже иначе. В законе Божьем действительно было предписано, что всякий младенец мужеского пола, который разверзает ложе сна, кстати, Христос не разверзал ложе сна, как уже было сказано, он посвящался Господу. И с чем это было связано? Это было связано с тем, что Бог уничтожил всех первенцев в Египте. И уничтожив всех первенцев в Египте, Господь как бы получил право на всех первенцев израильских. Но их не приносили в жертву и не всегда отдавали в храм на служение. Но за них приносили некий символический выкуп, то есть некую символическую жертву. В данном случае это две горлицы или двух птенцов голубиных. Скорее всего, было и то, и другое. И вот когда он вносится в храм Божий, а это дом его Отца Небесного, это очень знаковый и знаменательный момент. Мы знаем, что Христос сам говорил, что это дом его Отца. И мы помним, как ревность о доме Господнем, она буквально снедала его, когда он, однажды взяв бич, изгнал из храма всех покупающих, всех продающих, всех менял. И ростовщиков. А сейчас младенец в храме. Когда храм освещался в одни царя Соломона, то присутствие Бога наполнило храм так, что люди не могли спокойно стоять. Настолько плотным и осязаемым было это присутствие. О Христе сказано в Библии, что в нем полнота и полнота Божества телесна. Господь, входящий в храм, точнее, Господь, которого вносят в храм, это Бог в своем доме, Сын Божий в доме своего Отца Небесного. Некоторые ошибочно думают, что после Вифлеема, когда ангел сказал Иосифу, бери Марии, младенцы, беги в Египет, они сразу убежали в Египет. Нет. Они двигались к Египту через Иерусалим. Так было легче затеряться в большом городе. И двигались ночью, чтобы днем их не заметили. Поэтому там и сказано, что, встав ночью, они отправились. Во-первых, мы знаем, что Христос был обрезан. Об этом говорится во 2 главе 21 стих Евангелия от Луки. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия его в очреве. А так как обрезание преобразовывает собой крещение, у нас в крещении тоже человеку дается имя. Не до крещения, не после, а в самом крещении. А по понятиям того времени нельзя путешествовать, если среди путешественников есть обрезанный. Потому что неизбежно будет некое воспаление. В течение 3-4 дней надо предохранять обрезанного. Поэтому, скорее всего, что и обрезание происходило в Иерусалиме, или же в Вифлееме, а потом по прошествии 4-5 дней они переместились в Иерусалим. Потому что в Вифлееме мы сначала их видим в пещере, куда приходят пастухи, а потом в доме, куда приходят уже волхвы. Хотя символически иногда изображают и тех, и других в пещере. Но это только символически. И вот что мы читаем. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий, чающий, то есть ожидающий утешения Израильева. И Дух Святой был на нем». То есть, когда говорится о Духе Святом и о ветхозаветных людях, то Дух был на них, в отличие от христиан, внутрь которых входит Дух Святой. Потому что люди еще не были искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, очищенные для того, чтобы принять Духа Святаго внутрь себя. Кто такой Симеон? «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Есть устойчивое церковное предание, что Симеон был одним из переводчиков Библии с еврейского языка на греческий. Это так называемый перевод 70-ти септуагинта. И по преданию каждый переводчик переводил отдельно от других весь текст. Каждый находился в своей келье. Перевод делался по заказу Александрийской библиотеки, по приказу Птолемея II. И так как египтяне и греки не доверяли евреям, каждый делал отдельный перевод, а потом их слечили и сделали единый кодекс. Так вот, Симеон, это было задолго до Рождества Христова, это несколько столетий, это III век до Рождества Христова, когда Симеон переводил книгу по рогу Исаии, он увидел там слова «Се дева в очеве примет и родит». И он решил это слово «алма» вырезать из свитка, потому что он думал так, если примет, то уже не дева, если родит, то уже женщина, это точно женщина. И он взял нож, чтобы из свитка кожного вырезать слово, «алма» и поставить другое слово, которое бы означало женщину, скорее всего, слово «иша» – жена. Но когда он решил это сделать, появился ангел, который Духом Святым сообщил ему некую тайну. Ты будешь жить до тех пор, пока сам не увидишь деву, которая родит, и младенца, который будет рожден от девы. И действительно, у пророка Исаии сказано, знамение дается вам, «Се дева в очей примет и родит». А в чем тогда знамение, если рождает женщина? Женщины только этим и занимаются. Знамение заключается в том, что рождает дева. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. В течение нескольких столетий он ходил в храм, он не умирал. Умерли его родные, близкие. Все привыкли к этому пожилому мудрецу, который приходил в храм, а каждый день в храм на сороковой день приносили мальчиков для благословения. Здесь говорится, что он пришел в храм по вдохновению. Скорее всего, к этому времени он уже устал ежедневно ходить в храм, но Дух Святой вдохновил его, то, что именно сейчас надо идти. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, то есть Дух Святый открыл ему, «Вот дева, которая родила, вот младенец, непорочно рожденный от девы». И он берет на руки, он произносит «баруха», благословение младенца, для этого в том числе и приходили на сороковой день. Он взял его на руки, благословил Бога. Что значит «благословил Бога»? Это «баруха», она обычно начинается словами «баруха та аданай», «благословен ты Господь». И сказал, то есть после произнесения «баруха» и на принесение младенца тоже «баруха», и он тут добавляет, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Он произносит эти слова, как человек, уставший от жизни, ныне отпускаешь раба твоего, как будто Господь его удерживал, и он уже устал от этого удержания, от этой жизни длинной, когда сменяются столетия и столетия. Он уже жил совсем среди других поколений, чем нежели то время, когда он воспитывался, возмужал и состарился. В этом благословении в нем проявляется пророческий дух, и он предсказывает, что Иисус, рожденный в Вифлееме, он есть свет к просвещению язычников, а в понимании иудеев даже до сих пор обращение язычников начнется с приходом Христа Мессии, Мещиаха, который станет спасением и для праведников этого мира, то есть неевреев. «Иосиф же и матерь его, то есть Христа, дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его». Опять он начинает пророчествовать то, что Дух Святой касается его. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания». То есть Иисус, младенец, это нападение тем, которые не уверуют в Него, и на восстание тех, которые примут верую Иисуса из Назарета как Мессию. Христа Спасителя. И в предмет пререкания, эти пререкания и споры до сих пор продолжаются в мире, рожденном более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Далее он говорит о том, что ожидает саму Марию, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. В каком случае оружие прошло в душу Марии, в ее сердце, когда распинали Сына Божия? Имеется в виду, что каждый гвоздь, который вбивался в руки Спасителя, он вонзался в сердце Матери, которая была тут же при кресте. Каждый гвоздь, который вонзался в его ноги, он тоже пронзал ее сердце. Всякое оружие, копье, ударившее под ребро, все эти оружия, они пронзали сердце Матери, Пресвятой Девы Марии. И в Духе Святом Симеон это все предсказывает. В законе Моисеевым сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. И появляется еще одна пророчица. Пророк Симеон окончил свою речь, его сменяет пророчица. Тут была также Анна, пророчица, читаем мы, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, то есть она только семь лет жила с мужем, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Она сохраняла свое вдовство в чистоте и не искала для себя нового замушества. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. А люди ожидали что? Они находились под римским владычеством, под властью язычников, и все ожидали явления Христа Спасителя, Мещаха, Мессии, который придет и освободит свой народ. И эта женщина, она пророчествует. Но мы знаем, что миссия Христа, она была значительно шире, чем то, как это представляли себе иудеи. Они ожидали Мессию Христа, как военно-политического и религиозного лидера, который скинет ермой язычников и поставит евреев царями и священниками над прочими народами. Но Сын Божий родился в этот мир, как мы видим из пророчества Симеона, как свет к просвещению язычников и как слава народа своего Израиля, то есть всех созерцающих Бога. Спаситель, рожденный в Вифлееме, внесен в храм. Два человека, наделенные пророческим даром, свидетельствуют о нем. Один пережил века, другая посвятила себя служению в храме всецело, исподобилась пророческого дара. Эти два верных свидетеля они засвидетельствовали истину, которую пресвятая Дева Мария уже знала и приняла, ибо было свидетельство ей от Архангела Гавриила. Было явление ангелов пастухам, были сонные видения Иосифу, обручнику, было чудо пришествия волхвов, которых под видом звезды сопровождал ангел и тенесь Сын Божий в храме. Он сам есть храм, он больше храма. Да, он маленький младенец, отроча млада, но и предвечный Бог. И окончание сегодняшнего праздничного чтения, и когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Здесь может возникнуть вопрос, как Бог, который самодостаточен, возрастал, укреплялся, исполнялся. Имеется в виду истинное человечество Господа Иисуса Христа, как истинный Бог, конечно, он самодостаточен, как истинный человек, он проходил все эти этапы возрастания, исполнения премудрости, укрепления духом. Как блаженный Феофилакт учит в своих комментариях на Матфея, Христос был младенцем, чтобы осветить младенчество всего рода человеческого, он был отроком, чтобы осветить отрочество всего рода человеческого, он был юношей, чтобы осветить юность всего рода человеческого и осветить мужественный возраст, когда он стал совершеннолетним человеком и в 30 лет выходит на общественное служение. Но сегодня мы зрим его, как младенца, принесенного в храм, и мы не можем не радоваться о нем. После этого события уже происходит схождение святого семейства в Египет. И после того, как они узнали о смерти Ирода, они возвращаются уже в землю обетованную. А сегодня мы говорили о сретении Господнем, о принесении его во храм. И сегодня, брат, сестра, если ты будешь причащаться телой крови Сына Божия, ты сам станешь храмом, в который войдет в святых дарах Сын Божий. Будет внесен ложицей в твои уста, и ты примешь его в свою жизнь. Поздравляю всех с наступившим праздником, желаю обильных благословений Божьих. Божьих. Субтитры Семен Божьих. Продолжение следует...